Разные принадлежности, вытяжка тоже имеется, кастрюли, тарелки. Все, что необходимо для того, чтобы дети могли себя чувствовать как дома. Отдельная кухня для каждой группы, мягкие диваны и кресла, повсюду картины и фотографии. Чтобы детишки почувствовали тепло домашнего очага, в Нижнекамском детдоме созданы все условия. В этом сегодня убедились и депутаты. Я очень даже благодарна всем тем, кто работает в этом детском доме, и самому руководителю Юлии Владимировне, и, безусловно, администрации этого города за то, что здесь созданы очень хорошие условия. И бассейн, и сауна. Не в каждом детском доме такое увидишь. Чиновники посетили учреждения в рамках федеральной программы «России важен каждый ребенок». И своими глазами увидели, в каких условиях живут сироты. Педагоги стали для них родными людьми. Именно они заменяют им родителей, занимаются воспитанием и организовывают досуг. Мы шьем, ходим в спортзал, читаем книги. У меня много друзей, мы постоянно играем, играем в футбол. В Нижнекамском детдоме живет 22 ребенка. Гости к ним приехали не с пустыми руками. Привезли много подарков. Всего депутатская комиссия посетила 8 детских домов по всему Татарстану. По их мнению, Нижнекамский один из самых лучших и комфортабельных. Эльвира Софиульна, Евгений Лызаев. Новости НТР.